Частое недомогание, отдышка, хроническая усталость у детей. Это не реакция на стресс или загруженность в школе. Так, говорят кардиологи, проявляются скрытые пороки сердца. В большинстве случаев устранить недуг может только операция по вживлению импланта. Подробнее Юлия Мишакирова. Серёжа показывает, как впервые почувствовал, что с его сердцем что-то не так. Сильно стучаю, потом как вот так, как головы. Вначале беспокоила отдышка после игры в футбол. Ну, с кем не бывает. Однако вскоре третьекласснику стало трудно дышать. Я пришёл вечером, я уже задыхался. Сельский врач заподозрила неладное. Направила в ближайший город на обследование. Там подтвердилось худшее. Выявили ваду сердца моего сына. Это был как шок. И дальше, с руками, всё больше и больше она будет проявляться, эта хвороба. На мониторах запись операции, которую врачи рекомендовали Серёже. В сердце ребёнка с таким же пороком вживляют оклюдер. Засечку. Миниатюрное устройство с монетку закрывает отверстие. Пружина, которую ввели через крошечный надрез на бедре, останется там навсегда. А пациент её даже не почувствует. Это малоинвазивная процедура и не столько выраженный болевой синдром после этой процедуры. И максимально короткие сроки к пребыванию ребёнка в стационаре. Но стоит имплант около 100 тысяч гривен. Для фифилатиевых, которые живут в глубинке Донбасса, сумма нереальная. Даже продав дом и всё хозяйство, денег не хватило бы. У Натали, кроме младшего сына, ещё двое детей. Получаю, как одинокая мать. И за это мы живём. В людей, кто попросит, подрабатывают. Собирать помидоры, перец люди просят. За час платят 25-30 гривен. В Украине каждый год рождается 4,5 тысяч малышей с больным сердцем. Лишь половина получают помощь своевременно. Родители моего пациента обратились в фонд Рената Ахметова, который обеспечил ему установку этого окрюдорода. С момента запуска проекта «Здоровое сердце» штаба Ахметова кардиохирурги прооперировали 23 ребёнка из Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. – Как дела? – Хорошо. – Спасибо Ренату Леонидовичу, чтобы помех нам, врятував моего сына. Помощь медикаментами и на операции от гуманитарного штаба Ахметова получили более 4 тысяч детей. – Я люблю. Теперь Серёжа может вернуться к занятиям спортом. Без него он не представляет свою жизнь.